Ипорхиальная дружина Мангазея О том, как вера и общее дело объединяют православную молодежь В рубрике «Летопись возрождения» 2011 год Красноярская епархия становится митрополией Довольно часто в современном российском обществе религия и особенно православие воспринимается чем-то настолько серьезным, что становится не совсем понятно, что делать молодежи в храме Это непонимание встречается и среди верующих На службе подросткам нужно стоять, чтобы приносить домой пятерки Дьякон Сергий Смоляков много лет занимается работой с молодежью По его мнению, в обычной приходской жизни сложнее всего рассказать о православной вере именно подростку На самом деле подростку свойственны такие моменты, что он не будет делать того, чего он не понимает Я как священнослужитель наблюдаю ситуацию, что бывает, стоит блаженная бабушка и рядом такой грустный внук И что, этот внук будет христианином? Да нет, он стоит тихо, проклинает бабушку И во время того, когда совершается литургия, это совершенно не христианский момент Здесь надо задуматься и бабушке прежде всего, как человек, который силой привела его в храм Скаутская дружина Мангазея, начальником штаба, который является отец Сергий Сегодня стала примером того, как можно привить интерес у детей и подростков к своей вере При том, что следопыты – это вовсе не религиозная община Участники движения постигают христианское вероучение на практике Общее дело, в которое вовлечены разведчики разных возрастов, дает возможность каждому почувствовать настоящую ответственность Сегодня идет работа в штабе Самые юные следопыты готовятся к новым экспедициям Как добираться? Вот цирк Горгона, да? Есть некоторые, ходят вот так вот на лыжах Вот доезжают до сюда, да? И зимой идут на лыжах по базаихе В этом году, короче, народ пошел на лыжах по базаихе и провалился Потому что лед был слабый Ну так у нас помнишь, пока чешли, и то лед хрустел За 8 лет существования движения в Красноярском крае Следопыты совершили огромное количество экспедиций Некоторые из них были по-настоящему сложными Участвуют скауты и в волонтерской деятельности И в исследовательских поездках в знаковые для верующих места Совместное изучение навыков выживания в дикой природе Планирование маршрутов и, наконец, сами многотневные походы Все это по-настоящему сближает участников дружины Это люди, которых ты знаешь, что они тебя не предадут И с ними можно пройти просто через все И надо помолиться и просто постоять там и просто поесть Все можно с ним сделать Это особенные люди Это просто самые лучшие друзья Навыки выживания в большом городе могут показаться чем-то второстепенным Но здесь ребятам прививается самостоятельность Умение ставить задачи и решать их А главное – делать осознанный выбор Ведь без умения преодолевать даже незначительные сложности Невозможно говорить о духовной работе Когда мы, например, ходим в походы Даже, может, не нравится некоторым, что далеко куда-то идти Или условия, ну, тяжелые Если они ходят куда-то, то с родителями или со старшими То есть вместо них все несут взрослые, все придумывают взрослые Но от раньше, до того, как я сюда не ходила, я не умела, например, готовить Когда я пришел, то есть у нас есть лагеря Ну и когда там, то нам надо готовить еду И я вот научился готовить Зачастую взгляд на мир, объединяющий православных разведчиков Вызывает у сверстников неприятие, а то и резкое отторжение Ценности, которые разделяют скауты, резко противостоят потребительскому взгляду на мир Зачем преодолевать себя, если вокруг полно развлечений? Часто ты являешься какой-то белой вороной И, ну, приходится, особенно вот в студенческой жизни, часто отстаивать свои интересы Я думаю, всегда будет борьба за эти ценности, потому что всегда будут люди, которые не хотят этому как-то соответствовать И всегда будут те, кто хочет, и, как правило, те, кто хочет, их будет меньше, и поэтому они будут бороться Тут люди очень близкие по духу, хоть мы все разные по деятельности, кто-то там инженер, кто-то художник и прочее Но всех все равно объединяет, во-первых, вера в Бога, а во-вторых, ну, какие-то там туристические замашки, которые непонятны остальным Сегодня в крае всего около 40 православных скаутов Движение продолжает расти Есть и другие православные молодежные объединения, у каждого из которых своя особенная деятельность Главное же, что сегодня объединяет верующую молодежь, это живое восприятие самой важной для христиан книги – Евангелие Для обычного, даже не то чтобы подростка, для обычного взрослого человека Евангелие – это где-то там далеко 2000 лет назад Как это применимо к современной жизни, как это применимо к нашим реалиям И это не потому, что мы берем даже не какие-то гипотетические ситуации, когда разбираем вот эти притчи и вот эти евангельские строчки А мы берем ситуации, которые происходили у нас, с нами, с нашими ребятами, кто сейчас здесь, кто, может быть, приходил, ушел Либо это где-то было вот у нас, вышли мы в поход, в походе какая-то ситуация была, да, там кто-то забыл спички Вот, допустим, притча о десяти девах, она просто, она шикарна, она про скаутов, да, то есть Когда скаут должен быть всегда ко всему готов, а десять дев юродивых, мы просто не взяли с собой масла, не встретили жениха То есть, и человек такой читает Евангелие, ну, так, собственно говоря, оно вот прямо здесь и сейчас Мир меняется, но остаются ценности, которые делают нас людьми Каждый по-своему обретает понимание их незаменимости И уже сегодня сидящие за картой дети прокладывают себе маршрут в жизнь, где дружба и помощь ближнему не пустые слова Каждый по-своему обретает понимание их незаменитой Десятые годы. Незавершенный еще период. Наша вчера и сегодня. Борьба общественных сил и идеологии – все это фактически та реальность, в которой мы находимся и сейчас. По-настоящему открывшаяся нашему обществу церковь, оказывается, не была неким удобным посланием из легендарного прошлого, в котором каждый мог найти для себя приятную его сердцу идею, уносящую вдаль от обыденности. С возрастанием роли Русской Православной Церкви в общественной жизни начинается противодействие ей целого ряда общественных групп. А в 2012 году по всей России прокатывается волна откровенно антицерковных выступлений. 2011 год. Со времени учреждения Красноярской епархии минуло 150 лет. К этой дате выходит книга историка и публициста Геннадия Малашина. Богато иллюстрированное объемное издание – первый в истории края труд, в котором бы уместились все периоды жизни церкви в Принесейской Сибири. Тысячи имен и событий проходят перед глазами внимательного читателя и смыкаются в начале новой, не написанной еще главы – в 2011 году. Как будет завершаться эта книга, когда мы начинали эту работу над ней, мы себе плохо представляли, потому что финал – это всегда очень сложно. Работа над книгой, над последними ее главами пришла здесь на начало нового времени в истории и Русской Православной Церкви, и нашей епархии, и митрополии тогда уже в частности. Поэтому у меня до сих пор осталось ощущение того, что эта книга не завершена, не дописана. И каким будет следующий ее период? Я, конечно, когда книгу завершал, до конца не знал. Я понимал, что это будет какой-то абсолютно новый период. Я понимал, что он будет очень интересен. Тогда, в 2011-м, никто не мог предугадать, как будет развиваться церковная история края в дальнейшем. Но уже вскоре в жизни верующих людей начались существенные перемены. Так, в мае того года решением Священного Синода из состава Красноярской епархии была выделена Енисейская и Норильская кафедра. Процесс образования новых епархий, объединенных под эгидой митрополии, будет продолжаться целое десятилетие. Летом 2012 года в Красноярск с первосвятительским визитом прибыл патриарх московский Евсея Руси Кирилл. И с этим визитом связаны многие начинания, которые по сей день существляются в нашем крае. Именно патриарх осветил новый и самый большой в краевом центре Храм Рождества Христова. 56-метровую церковь на правом берегу Енисея в начале строительства предполагали освящать в честь Рождества Пресвятой Богородицы в памяти об утраченной исторической святыне. Но к 2011 году стало очевидным, что кафедральный храм нужно восстанавливать в прежнем виде и именно в центре города. Самый большой за Уралом храм по проекту знаменитого Константина Тона был построен в аккурат к моменту учреждения епархии в середине XIX века и был взорван большевиками в 1936 году. На фундаменте его уже долгие десятилетия располагалась краевая администрация, так что о воссоздании памятника архитектуры на прежнем месте речи не было. Но где в Красноярске уместить столь колоссальное и по объему, и по значимости здание? Сибиряки показывают патриарху несколько мест возможного строительства. И вскоре на стрелке появится поклонный крест. Далеко не все из прогуливающихся по парку осоздают сегодня историческую значимость этого места. Здесь, где сотни лет назад высадились основатели города, фактически ничего не напоминает нам об этом. А скульптуру, поставленную в честь этого события, жители порой называют памятником Коню. Здесь, где стоит сегодня Красноярская филармония, некогда возвышался острог с церквями и защитными башнями. Но нужно обладать слишком богатым воображением, чтобы по-настоящему ощутить историческую знаковость этого места. С момента, когда стало известно о проекте храма на стрелке, начинается острая дискуссия противников строительства и его сторонников. Парадоксально, но предшествовавшая идея возведения здесь огромного бизнес-центра с парковками и высотками абсолютно никого не встревожила. Никто не сожалел о деревцах, которые придется выкорчевать. Об исторической важности места и теперь никто особо не вспоминал. Но нашлось и немало тех, кто публично выступил в пользу воссоздания именно здесь, духовной святыни. Вот улица Маркса должна стрелять на собор, возведенный по чертежам Тона. Это не новое строительство, это воспроизведение, это большая культурная акция. И, конечно, она пойдет в пользу красноярцев и всех жителей, причастных к его проектированию и строительству. И собор – это не только архитектура, это культурное событие. Именно в десятые годы в крае усилилось движение по восстановлению исторического облика региона. А главное – в обновленные памятники начал вкладываться новый, созвучный времени смысл. Я слышу иногда и даже от священников и от людей, умудренных жизненным опытом, что ничего не изменилось. И как экклесиаст говорит, что было, то есть – это все неправда. Если бы люди не менялись, то не было бы храмов, не создавались бы новые и новые общины. Мы же не агитируем, мы не партия. И мы невозможно где-то за Иландском, там где-то в таежной деревеньке. Сто домов они приехали ко мне и просят, богословите, владыка, хоть в часовню храмик. Новое время в церковной истории стало эпохой новых надежд и старых разочарований. Никогда со времен падения Союза православное сообщество не сталкивалось со столь жесткой критикой. Но никогда не было и таких больших устремлений. Борьба за сердца людей распространилась теперь на все общество. А первые главы этой будущей истории уже проступают сквозь стремительно становящееся прошлым настоящее. Субтитры создавал DimaTorzok